Когда выйти из подъезда, значит рисковать своей жизнью. Жители дома номер 46 по улице 2-я лагерная каждый день опасаются камнепада. Из-за постоянных промочек крыши стены буквально рассыпаются, осколки кирпичей регулярно падают. Жертв пока удалось избежать лишь чудом. Жильцы этого дома от протечек страдают с 2011-го. В квартирах грибок, плесень, подтеки и прочие ЖКХ радости. Как ни парадоксально, лить начало после ремонта крыши. С той поры, когда старую жесткую крышу заменили на мягкую кровлю с кровельным покрытием, на мой взгляд, несоответствующим условиям погоды Ивановской области. То есть выбран профлист некровельного типа, на мой взгляд, с высотой ребра 20 миллиметров. Жильцы писали в прокуратуру, просили устранить дыру над подъездным окном. В итоге надзорный орган выдал предписание. Сотрудники управляющей компании пришли и наспех замазали стену. Даже выглядит ненадежно. С директором компании я разговаривал, наш управляющий разговаривал. Она сказала, что они будут делать. Я ей задал вопрос. У нас крыша течет повсюду. Может быть начать с крыши сначала, потом уже заниматься этим. Она сказала, да, конечно, так, но у нас нет денег на это. То есть вот таков был ее ответ. Капитальный ремонт крыши у регионального оператора запланирован на 2022 год. Жильцы опасаются, что дом столько не протянет. У меня стена, окно текло. И текло. Мы в один прекрасный момент проснулись, у нас нет электричества. И вода стекала из зырки под люстру. Люстру замкнуло. Люстру мы сняли и воду сливали ведрами через вот этот потолок. И внутри стена наружная промокла насквозь. В результате она разрушается и внутри, и снаружи. Управляющая компания только отписками занимается. Составляет акты, вовремя не приносит акты. В общем, кормит обещаниями и все. Потом вежливо отказывают. Не отказывают, вернее, отписываются вежливо. Ничего не делают вообще. Одни акты вот только собираем. Бумаг от управляющей организации действительно много. В большинстве указано, все текущие работы были проведены. Правда, течь от этого меньше не стало. Нам прислали вот письма. И то, что в 16-м году вроде того, эту, как ее крышу, уделали. А мы все затоплены. У меня вся квартира затоплена. Ну, и главное, чтобы мы ходили, требовали то, чтобы это 22-го года ремонт будет капитальный. А чтобы мы должны ходить и чтобы перенесли на ближний срок. Представители управляющей компании «Город» от комментариев отказались, сославшись на нелюбовь к журналистам. Отметили, что все необходимые работы на доме будут выполнены. Правда, какие, как и главное, когда осталось секретом. Даже у представителей четвертой власти не выходит получить официальный ответ, что и говорить о жителях. К слову, жильцы могут изменить сроки капитального ремонта в доме. Для этого им необходимо утвердить вид работ на общем собрании собственников и отнести документы в администрацию муниципалитета. Там специальная комиссия рассмотрит такую возможность и внесет коррективы в срочную региональную программу. Нужно понимать, что вопрос это не быстрый. Не исключено, что речь идет не об одном строительном сезоне.